В Галоте есть такая легенда. Давным-давно деревья умели ходить, и как-то они собрались все вместе и стали делить твердь земную. Первыми взяли слова дубы да кедры, кто покрепче. Дубы сказали, мы пойдем на запад. Кедры сказали, ну хорошо, мы пойдем на восток. А тут поднимается шум, гвалт, переполох. Это хвойны стали делить территорию, пытаясь друг друга уколоть, да побольнее, но как-то договорились. А березка сказала, я такая красавица, я везде буду расти, мне все будут рады. А вот ольха черная стояла в сторонке, и достались ей только болото. Почему она черная? Потому что когда нет листвы на кустарниках и травы, почва черная, болото. Поэтому черная ольха. Слева немножко вам авандюна видна, вот не видно вам, не видно песочек, горочка такая песчаная. Авандюна создавать ее начинают в 1803 году. Прусское государство нанимает на работу бедных немецких теток, жен рыбаков. Мужчины рыбу ловили, а вот женщин государство ангажирует. И вдоль берега моря они строят защитный вал. Авандюну как строят? Строят вот те самые фашины, плетеные заборчики. И высаживают в эти клетки, высаживают травы песколюбы. Ветер, море, заносят те самые фашины песочком. Растения прорастают. Еще строят ряд фашин, вот так выше, выше и выше. И затем обсаживают кустарниками, деревьями, травами. Протяженность авандюны 90 километров. Она тянется почти вдоль всей косы. И вы когда пойдете к морю, вы будете немножко подниматься по носилу, а потом спускаться на пляж. Вот тут пойдете над по авандюне. Слева, смотрите, как деревья наклонились. Слева видно, вот сейчас хорошо будет видно, ветер с моря до узра. Понятно, где море. Картинка леса сейчас будет меняться. Чем севернее мы едем, а мы едем на север, тем меньше лиственных, больше хвойных. Да, и друзья, мы с вами в национальном парке. И вот сразу вас прошу, говорю, пожалуйста, для туристов есть маршрут.